Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Вот они, шустрые, любознательные, яркие. Порода имеет даже три названия, или четыре, или пять. Да, это нет официально признанного названия четкого. Это либо шапендуа, либо шапендус, либо схапендус. У нас по РКФ, если выставляешь собаку, идет в каталоге схапендус. А в Нидерландах, в Голландии, они говорят шапендус, шапендуа, шапендус по-разному. Но в основном, чтобы не путаться, говорят голландская лохматая косматая собака. И шапендус в переводе с голландского означает косматая шерсть. Впервые шапендуа Наталья увидела в телепередаче. Какая-то шла иностранная передача, семья выбирала щенков. Это было фоном. Выбирали Джек Рассела, выбирали шапендуса и выбирали еще какую-то породу. Я даже не помню, по-моему, то ли мальтипу, то ли еще чего-то. Это шло совершенно фоном. И мне было интересно самой, просто кого выберут. И когда вынесли вот это непонятное чудо какое-то такое, лохматенькое, показали щенка в том возрасте где-то около месяца полтора. Они вообще такие смешные, как обезьянки получаются, непонятные полуоброши, лохматенькие, что это такое. Я так еще думаю, господи, зачем они эту дворняжку выбрали? Что из нее вырастет? Вот. А когда начала уже рассматривать, смотреть эту породу, мне стало интересно. Вслед за интересом пришло желание купить щенка. Но оказалось, в России пометов шапендусов, во всяком случае, три года назад, было не сыскать. Пришлось обращаться к голландским заводчикам. Я год ждала, чтобы первую собаку привезти. Мне просто ее не продавали. Почему? Не продают щенков в России. Отказывают о том, что щенки все забронированы, все расписаны. И больше ничем не мотивируя. Ничего. И только уже наладив личный контакт с одним из заводчиков, я вот одну собаку я год ждала, вторую я ждала полтора. Я сначала привезла мальчика, потом полтора года получилось, я прождала девочку, вот, мадюшку как раз. Вот нам уже три года. Вот, поэтому как бы тут не все так просто. Исторически шепендуа пастухим пасли стадо овец на голландских лугах. Порода была, это выведено было в 16 веке. Старая, старая, совершенно древняя порода. И она была создана для того, чтобы именно пасти, и чтобы это была пастушья контактная собака. Чтобы выходила на контакт с людьми. Потом, во время войны, эта порода была сильно потеряна. И восстановлена одним из голландских ученых. Восстановлена из последних, как бы, собранной частички особей. Вот. И в 1968 году она поняла, получила официальное признание. Был выработан стандарт. Они все такие энергичные. Да, это энерджайзер, без батареек совершенно, нескончаемый. Энергии из них очень много. Поэтому первая особенность, которую владелец должен знать, что он должен постоянно и много гулять с этой собакой. Собака должна много выбегиваться, и поэтому тогда она не будет громить дом. Если же закрыли собаку в пространство, то беспорядок в доме обеспечен. Она будет гулять, вот как сейчас эта гуляет, она, мы говорим, да, но мы всегда будем у нее на выгуле, на контроле. Да, пастух он и есть пастух. Очень хорошо загоняют козы, у меня козы. То есть это вообще бесподобно. Вот так, два круга, и козы пошли куда надо. В играх и забегах они действительно неутомимы. И по словам заводчика, и мозг их всегда требует активности. И лучше вам направить мысли шепендуа в мирное русло. Поэтому такие виды спорта, как аджилити или флайбол, им по зубам. Точнее, по лапам и темпераменту. У них очень сильно развита мускульная система. Задние ножки, если потрогать у взрослого собаки, это как будто спортсмен накаченный. Прямо вот мышцы, вот прямо они чувствуются. А так, высоту маленький щенок, которому 5 месяцев, полтора метра, он берет с места. То есть я наивная. Поставила заборчик детский. Не прошло 5 минут, у меня все мои были на моей стороне. Просто подпрыгивая столбиком кверху, перепрыгивая этот заборчик. У меня взрослые собаки, выходя из дома, три ступеньки из дома, они не идут, они вылетают. Причем они летят перпендикулярно с земли, а потом опускаются. Так как им надо постоянно работать, им надо, чтобы мозги у них постоянные были в работе, поэтому им необходимы обязательно дрессоры. Это вот, ну это любая овчарка. Единственное, что отличие от овчарки, как бы овчарка принадлежит только одному хозяину, насколько, да. А здесь с этой породой может любой член семьи гулять, может даже чужой человек взять поводок, и собака совершенно с ним пойдет. Вот, но хозяин будет в приоритете только на послушку. Щенячье очарование присуще собакам всех пород шапендуа, не исключение. Шапендусы – это самое счастливое открытие мое в этом году. Я когда увидела взрослых собак, я была абсолютно очарована поведением, отношением к людям, отношением к другим собакам, игривостью, контактностью с всеми остальными вообще вещами, которые я смогла понаблюдать издали. Палитра окрасов у шапендусов велика. Есть голубовато-седые, черно-серо- или коричнево-белые и трехцветные. Собака очень легка в уходе. Во-первых, собака не линяет. Нет шерсти на диване, нет шерсти на одежде. У собаки есть подшерсток, который нужно раз в неделю вычесывать. Все, этого совершенно достаточно. Собака не стрижется. Как можно меньше мыть собаку, у них сам очищающаяся шерсть. И когда я брала первую свою собаку, я заводчику спросила, как выставлять собаку, какой должен быть груминг перед выставкой. Мне сказали, за три недели мыть собаку и больше ее не трогать. За три недели. Вот и состоялось знакомство съемочной группы программы «Элита» с собаками породы шепендуа, или, как ее еще называют, с голландской овчаркой. За 15 лет существования проекта они еще не попадали в наш объектив. Энергичные шепендуа оставили позитивные воспоминания, а для кого-то, быть может, стали собакой мечты. Удачного вам собаководства! Кузя подопечный потеряшек. Говорят, нашли его в коробке у подъезда жилого дома. Сидел и не понимал, видимо, как оказался на улице. У него были две проблемы. Первая – это очень гнилые зубы разрушенные. Пришлось удалить ему пару зубов. Один из крюков и один из премоляров. Второй момент – это хронический гнойный отит, с которым мы не могли долго справиться в сторонних клиниках. Но в итоге выяснилось, что у животного там фиброэпитолиальный полип. То есть доброкачественное фиброзное разрастание, растущее прямо из среднего уха. Мы удалили хрящ слухового прохода на правом ухе. Сейчас у него здесь только шовчики и дренажек. Других там, скажем так, анатомических структур уже нет. Значит, скрыли булу. Значит, из булы убрали все содержимое. Поставили туда дренаж. Сейчас как бы животное выздоравливает. Пришло на снятие швы. Правым ухом, к сожалению, он будет слышать только низкочастотные шумы. Четкого слуха в этом ухе уже не будет никогда. Как бы ухо приходится еще достаточно долго ему лечить. Потому что там была инфекция. И инфекция сидела глубоко в барабанной полости. Соответственно, чтобы эта барабанная полость зажила целиком и полностью, без осложнений, потом впоследствии не давала абсцессы, в среднем после такой операции применяется 3-4 недели антибиотиков. Кузя идет на поправку, но для полного счастья ему не хватает дома и хозяина. Если хотите поучаствовать в судьбе Кузям, звоните по телефону, указанному на экране. А если вашему питомцу тоже нужна ветеринарная помощь, обращайтесь в клинику «Доктор Вет». Она находится по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Это в Сергеевом посаде. И снова мы в приюте «Шанс», с которым сотрудничает волонтер Екатерина Лунь. На ее попечении порядком 30 собак. И сегодня история бинбона. Бинбон – это нашумевшая история. Это новогодняя стая, это собаки, которых выпустили большим составом. По Ярославке их было большое количество. Вот в Сергеевом посаде была стая из 8 собак. Трудно сказать, кто их отпустил. Я не владею этой информацией. Но был массовый выпуск собак именно в Новый год. Вот, по крайней мере, наше направление, да, я могу сказать, что было. То есть Ярославка была вся усыпана. Там работали ловцы, да, и тоже пытались волонтеры спасать. Передержка «Шанс» освободила место. Мы разом приехали, несколько волонтеров нас собралось. Приехали и удачно всех спасли, вывезли. Никого не потеряв, потому что там было пересечение трех дорог. То есть их нахождение там было вообще крайне опасным. Если все доверились и все были рады, что их спасли, они сами садились в машину. Бинбон, да, его посадили в машину без проблем. Но в первые сутки он почему-то не доверился и сбежал. Вот, сбежал, мы его искали, искали и объявлениями, да, и постами. В результате через месяц вышел пост о том, что собака травмированная лежит в подъезде, здесь на ПМК. Ну, сразу же мы за ним поехали, сразу же поняли, что это речь о нашем псе. Бинбона оперировали в Скрябинке. Операция на суставе непростая, но пес уже восстанавливается и ждет владельцев. А некоторые из его собратьев уже нашли дом. Были очень большие, крупные кобели, все очень контактные. Вот что было очень удивительно, да, они ориентированы на человека. Контактные вот два больших кобеля, самых больших, они уже благополучно пристроены. Имя Бинбон собаке дали волонтеры. Наверное, потому что он вот такой вот попрыгушка. Попрыгушка и очень жизнерадостный, поэтому ему это... Он, главное, отзывается, он с первого дня на него отзывается, на эту кличку. Бинбон явно не вольерная собака, то есть это дом или квартира. Вот, ну и люди, которые, да, действительно понимают и хотят, да, видеть членом своей семьи собачку немного особенную. Не знаю, насколько это будет заметно, что у него, ну, своеобразная немного походка. Ну, а так, никаких там, никак на его жизнедеятельность не отражается его операция перенесенная. Итак, Бинбон – пес в расцвете сил. Ему около трех лет. Он ждет вашей поддержки и помощи. Им сейчас самое время делать добро. Редактор субтитров А.Семкин